В 8 утра в посольстве России в Абхазии началось голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Право голоса имеют граждане России, постоянно проживающие в Абхазии или находящиеся здесь временно. Так как пункт голосования в Абхазии лишь один, к 10 утра в Сухуми у здания посольства России собралась очередь. В столицу приехали из других городов и сел республики. При входе в посольство обязательно дезинфекция рук и выдача масок. Участок открылся в 8 часов. Сразу у нас образовалась небольшая очередь, которая по мере продолжения работы росла и росла. Сейчас мы приняли меры потому, чтобы ускорить пропуск голосующих. Открыли два дополнительных окна. Как вы видите, сюда опускается ограниченное число людей. На входе всем дезинфицируются руки, выдаются маски. Ручки тоже мы выдаем. Не одноразовые, но стараемся их потом тоже дезинфицировать после того, как людьми воспользовались. 15 января 2020 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой о внесении поправок в Конституцию. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Да, потому что я считаю, что поправки нужны. Ну, мы за Конституцию, мы за жизнь и за будущее. Спасибо, прекрасное настроение, очень рада, что могу поучаствовать как гражданин в государстве, российском, в Абхазии, пребывая здесь. Я за то, чтобы была сильная Россия, за то, чтобы мы были первые в мире. И Владимир Владимирович Путин нам это очень сильно показал, что он это может сделать. К полудню голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации прошло в Народном собрании парламенте Абхазии, куда была доставлена переносная урна для голосования. Избирательный участок в посольстве России в Абхазии будет открыт до восьми вечера. О том, как именно проголосовали граждане России, проживающие в Абхазии, станет ясно на следующий день. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.